МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите семейное шоу «Мы справимся» и я, Вика Андреева. Сегодня в нашей студии будет очень уютно. Все потому, что главными героями станут бабушки. Сегодня в выпуске. Бабушка-подполковник, которая любит устраивать вечеринки и фотосессии. Царглана Аконечникова. 40-летняя женщина, очень прекрасный возраст. Одна пенсионер, вторая бабушка, третья молодая мама, четвертая еще замуж не вышла. Екатерина Ероева о том, как раскрыла секрет молодости. Когда они все приходят к нам ночевать, прямо я лежу и вокруг меня внуки. Я вот так лежу, обнимаю, и все хотят рядом быть. Лидия Чудова. Молодая мама или молодая бабушка? Мама, наверное, это построже, а бабушка это все-таки, это помягче, это какая-то нежность, любовь, забота. Кипятить или нет? О первом купании в нашей постоянной рубрике «Сказка для малышей». О бабушкиных кулинарных шедеврах в рубрике «Поделись». Стоит только сказать слово «бабушка», и у многих фразов запахнет пирожками. А что, если бабушка не готова сидеть с внуками и печь пирожки? Ведь завтра в 10 у нее йога, после обеда маникюр, а вечером встреча с подругой. Лидия Владимировна только недавно считала себя молодой мамой, ведь ее младшей дочке всего 9 лет. Но три месяца назад старшая дочь подарила ей первого внука. Лидия, здравствуйте. Здравствуйте. Так, сегодня у нас вы не одна. Да, мы пришли в гости к вам. Познакомьте нас с вашим мужчиной. Это мой внук Максим, нам три месяца. О, привет, Максимка. Максимку вам подарила ваша старшая дочь, а младше всего 9 лет. Да. Каково это быть бабушкой? Это хорошее чувство и качество, наверное, быть бабушкой. Это такое счастье какое-то, внутри что-то топится. Лидия Владимировна, а какова была первая реакция, когда вы узнали, что вы станете бабушкой? Я обрадовалась, конечно. Во-первых, у нас все девочки в семье. И у меня сестра, и у меня обе две девочки. И тут то, что... Как-то я была уверена, что у нас будет совсем мальчик и внук. То есть неожиданностей не было? Мы ждали уже. Как бы были готовы. А вы внутренне были готовы уже перейти с статуса мамы в статус бабушки? Да. Так спокойно как-то, когда Олюшка нам сообщила. Ну, как-то волнительно, видимо, для молодежи. Это мама. Вот. Я беременна. Я говорю, я тебя поздравляю, это же здорово. Да, это же очень хорошо. Да, мы были готовы. А вы готовы променять отпуск на море, чтобы посидеть с внуком? Лучше я, наверное, его с собой возьму на море. Да, вот это ответ бабушке. Да, сейчас все мобильно и удобно, и можно как бы передвигаться, и всяких устройств хватает, и люлек, и переносок. Так что, я думаю, это же легко. А быть мамой и бабушкой, есть разница какая-то? Ну, наверное, мама, наверное, это построже, а бабушка, это все-таки, это помягче, это какая-то нежность, любовь, забота. То есть вы намерены баловать, Максим? На то, наверное, это и роли бабушки, чтобы баловать. А родители уже пускай воспитывают. А какая у вас была бабушка? Ой, мне была хорошая, ну, мне была строгая бабушка, ну, очень хорошая, такая справедливая. Как бы я много от нее почерпнула, и много мне от нее передалось, даже, мне кажется, внешние данные. Ну, я очень любила свою бабушку. Мы все лето, у меня старший брат, мы проводили все лето, ну, у нее, как бы, так что. Валентина Владимировна, вы же активная женщина, мама маленького, маленькой дочери, получается. Когда окружающие узнали, что вы стали бабушкой, не было никакого диссонанса, так вы же еще молодая. Ну, особо нет, наверное. Никто не удивился? Нет, удивляются люди, да, что я бабушка. Что я бабушка, я как бы даже там где-то и подчеркиваю, говорю, да, я уже бабушка. А, вам нравится. Нравится. Максимке тоже, наверное, Максимка супер довольна, что у него такая бабушка, да, молодая? Да, он молодец, он у нас улыбака такой, контактный, хороший мальчик. Дия Владимировна, а вы живете вместе со своей дочерью? Нет, мы живем раздельно, у них своя квартира, но мы приезжаем. А как часто? Я стараюсь после работы заехать. О, каждый день? Ну, не всегда, конечно, каждый день получается, но стараюсь. Дедушка у нас рядом работает, он приезжает к ним на обед. Да. О, вот, дедушка приезжает у нас. Дедушка, да. Как вы думаете, Лидия Владимировна, роль бабушки очень важная в семье, наверное? Да. Я считаю, что все равно бабушка, наверное, как тут такой, наверное, человек, который должен подсказать, научить, ну и где-то что-то сгладить. А, то есть вы такой вот баланс в семье соблюдаете. Баланс. То есть уже готовитесь не принимать в сторону внука своих детей? Я думаю, что нет, я не из тех бабушек, которые будут прямо совсем на стороне внука. Так, позиция будет у меня нейтралитентная. А когда младшая дочь узнала о появлении внука, как она отнеслась? Отреагировала, ну интересно, отреагировала. О, а как? Ну, потому что как бы она самая младшая же в семье была, а тут появится кто-то, маленечко, наверное, какая-то нотка ревности была. Ну, быстро как-то она все это улетучилась и очень с нетерпением ждала прямо, вот когда, 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 и когда их выпишут. И когда они приедут домой, дайте мне его подержать. А, не даем, ага. Даем, конечно, под контролем, потому что еще же совсем маленький. Ну, стараемся, да. Так что Полиночка любит Максим. Я очень за вас рада. Спасибо, что пришли к нам в гости. А мы продолжаем. Обычно у детей спрашивают вопрос, кого ты любишь больше, маму или папу? Ужасный вопрос. Но наш корреспондент пошел дальше и спросил, бабушку или маму? Кто выиграл этот баттл? Смотрим в нашем следующем сюжете. Мне очень нравится гостить у бабушки. Я думаю, мои родители меня любят больше. Они меня одинаково любят. Думаю, бабушка больше любит. Меня любят одинаково бабушка и родители. Я думаю, мама с папой. Меня, наверное, больше любит мама. Не знаю, но они оба меня любят. Я думаю, что мама и бабушка меня любят одинаково. А кто тебя больше балует? Мальчики. Меня больше балует мама. Меня бабушка очень балует часто. Меня больше балует мама с папой. Никто. Моя бабушка готовит лучше всех. Мама готовит вкуснее. Думаю, бабушка лучше готовит. Моя бабушка не готовит. Я считаю, что моя мама лучше готовит. Моя бабушка готовит вкусные пирожки и вкусный суп. Обе очень вкусно готовят. Больше всего мне нравится, когда она готовит котлеты, бабушка. Моя бабушка готовит самые вкусные пирожки. Пирожки, еще хлеб с шоколадной пастой. Пельмени там, овся на блин. И макароны длинные. У мамы макароны с сыром и суп гороховый. Бабушка готовит много пирожков, оладьи, а мама готовит картошки, макароны и пиццу иногда. Моя бабушка больше всего готовит готовые пельмени. Моя мама готовит самую вкусную пиццу. Оладьи, блинчики. Пирожки. Папа? Папа? А что самое вкусное готовит? Он курицу очень хорошо готовит. Макароны с мясом, суп, блинчики и оладьи. Лучше всего она готовит и яичницу. Я маму люблю так. Бабушка, я тебя очень люблю. С появлением ребенка в жизни меняется все. И не всегда в лучшую сторону. В попытках успеть все родители теряют голову. И лучшие умы современности придумали на этот случай целый ворох лайфхаков. Смотрим один из них. Здравствуйте, меня зовут Аина Ефремова. И сегодня я хочу показать, как можно занять ребенка на кухне подручными средствами. Часто бывает так, что мама что-то готовит, а ребенок крутится вокруг нее. Так ему тоже интересно и ему тоже хочется помочь. Но это не всегда безопасно, потому что ребенку нельзя играть рядом с плиткой. Как можно решить этот вопрос, я покажу сейчас. Для первого занятия нам понадобится мисочка, венчик и средство для мытья посуды. Наливаем в мисочку воду и добавляем средство. Ребенок должен будет взбить пену. Даем мисочку с венчиком ребенку и показываем, что нужно делать. Получилась развивающая и развлекающая игра для малыша. Ни один ребенок не останет равнодушным. Для второй игры нам понадобится два стакана и вода. Наливаем немного воды в один стакан. Задача ребенка переливать воду, не проливая на стол. Эта игра развивает внимательность, пространственную ориентацию и координацию движений. И последний лайфхак сортир из макарон. Берем два стаканчика и два вида сухих макарон. Ребенку нужно сортировать их по видам. Благодаря чему малыш будет изучать формы, научиться сравнивать и анализировать. Также будет развиваться логика, память, ловкость, мелкая моторика и координация. На этом все. До новых встреч. Глядя на эту яркую и активную женщину, никогда не скажешь, что Саргалана пенсионер МВД. Подполковник, в настоящее время координатор проектов журнала «Журфикс». Она стала бабушкой в 42 года. Саргалана любит веселиться, устраивать праздники и фотосессии. А сегодня она у нас в студии. Саргалана, здравствуйте! Добрый день! Вы шикарно выглядите! Спасибо большое! Я прямо, знаете, я бы не сказала, что вы бабушка. Ну, не говорят, не верят. Да? Никто? А сколько лет вашему внуку? Моему внуку три года. Уже три года? Кирюш, привет! Скажи привет! Ой, спасибо! Он все поздоровался! Он так стеснялся! Вот, начинает себя уже чувствовать комфортно. Сарглана, у вас очень интересная история. Вы подполковник в отставке. Да, я пенсионер МВД. Пенсионер? Пенсионер и бабушка. Да, вообще не вяжется с вашим образом. Вы, наверное, дома очень контролирующая? Нет. Нет? На самом деле, я, наверное, больше исключения. Вот потому что все окружающие люди, которые со мной знакомы, мои родные, всегда говорят, ты подполковник. Все удивляются. Да, вы все-таки такая бабушка, которая балует, получается. Я и бабушку, которая балует. И мама, и жена, и подруга. А были какие-то истории, когда вот действительно, ну, не считали вас, путали вас с мамой? Ну, когда Кирюша был помладше, он, ну, он очень в самом себе такой хитрый мальчик. Вот, и когда мы гуляли, он всегда называл меня мамой. Ну, вот, когда мама присутствует, он всегда эбя. А когда мамы не было, он всегда говорил «мама». И поэтому, когда мы с ним гуляли, ну, да, окружающие думали, что мама, конечно. На самом деле, вот, есть же такое выражение, что 40-летняя женщина, очень прекрасный возраст. Одна пенсионер, вторая бабушка, третья молодая мама, четвертая еще замуж не вышла. В принципе, так оно и есть, оказывается, по жизни, потому что у меня, например, родноклассница, молодая мама, у нее ребенку только вот год исполнился недавно. И таких ситуаций очень много, поэтому действительно прекрасный возраст. А каково это быть бабушкой? Я хочу сказать, что бабушкой быть – это особенное чувство, потому что это совсем другое отношение, чем к детям. Я не скажу, что любишь больше, потому что сердце так у меня большое, любви всем хватит. Но просто другое, другое чувство, другие эмоции и другая ответственность. Другая ответственность. Оказывается, ответственности больше, потому что когда ты воспитываешь своих детей, особенно я все-таки стала рано мамой, да, учишься на своих ошибках, там. Если ты что-то сделал, ты сделал сама, и несешь за это ответственность. А если что-то случается с внуком… А, вы в ответе перед своими детьми. Да, потому что у меня была такая ситуация, вот, и оказывается, вот, ответственность больше. А может, и столик какая-то есть? Я сидела с внуком, но он тогда был еще маленький. Мы играли баллы, если буквально вот невестка уже подходила к дому, и вот перед самым ее приходом, ну, поранился. Мы бегали, играли, и он, ну, об игрушку поранил Фуни. Сильно поранил? Ну, он упал и поранил губу. А, то есть это выглядело вот так, прям, драматично. Кровь, все дела. Филим ужасов отдыхает. Вот, и, конечно, ну, поняла, что ответственности намного больше. Если бы это было с моим ребенком, я бы сказала, ай, че, тем не бывает. Мальчик же. Вот, а когда это внук, действительно, другой. Да, теперь я понимаю, почему моя свекровь не хочет. Сидеть много внуков. Я тоже понимаю. Да, бояться. Как вы растили своего сына? Ну, старшего сына я родила в 19 лет, вот, но мы были с мужем. Вам бабушка помогала? Нам не помогали бабушки и дедушки, потому что на тот момент у моей мамы дочка всего на неделю старше моего сына. У меня сын родился 21 сентября, а у младшей сестренки 13 сентября, а у папы младшей сестренки был годик всего. То есть он тоже был молодой папа, и как бы, ну, им было не до этого. Да, получается, у вас семейные молодые бабушки и дедушки. Я маму бабушка сделала в 38 лет, так что я еще старенькая. Вот, а папе было 43 года, поэтому сейчас я их прекрасно понимаю. В свои 45 я прекрасно понимаю, что это тот возраст, когда, ну, сложно сидеть постоянно с муками. А какие у вас увлечения? Ой, у меня очень много увлечений. Ну, последние. Вот, ну, последние, это я... Вместе с внуком? Это, ну, последние, если брать, это вот сейчас он интересуется машинками. Он интересуется машинками, но с каждым возрастом меняется, да, вот у них сейчас свои же... У нас был, были супергерои, да, там он был Халком сильный-сильный, сейчас мы увлекаемся машинками. Ну, и вот уже начинается, конечно, лего пресловутое, вот обязательно, без лего. Без лего, по-моему, никуда в наше время. Но это здорово, когда есть тут развивающие хиборы. Вы любите баловать подарками? Ну, вообще меня называют, видите, бабушка-праздник. Есть же бабушка-уют, например, вот моя невестка, мама, да, Харчана, она бабушка-уют, я ее называю так, потому что она вкусно готовит, она такая вся домашняя, уютная, она прямо такая вот эбе. А я эбе, которая... У меня сын говорит, что у Кирилла ассоциации с праздником, это я. Шарики, ну, и все к нему прилагающееся. Это вот, я такая бабушка. Поэтому я считаю, что... Потому что у вас много энергии? Я считаю, что наша... Нет, потому что я сама такая. Просто я люблю праздники сама по себе. Вот, я люблю все, что с ними связано. А когда у тебя есть еще ребенок, которому это может, надо предоставить радость, это здорово. Да, мне кажется, что вы всегда останетесь юной. Я вот тоже в этом уверена. Вот, Серглана, а вы бы бросили работу ради внука, ради того, чтобы сидеть с ним? Брать не буду, скорее, ни с чем, да. Ну, просто надо быть честной. Конечно. Вот, и я считаю, что все-таки родители рождают детей для себя, а бабушка, она... Ну, я рядом всегда. То есть я и квартиру детям купила, чтобы мы рядом находимся. Вот, у нас 5 минут ходьбы. Я понимаю, что детям нужно отдыхать. Я из тех бабушек, которые могут сидеть до утра, например, с внуком. То есть вот... Ого! Да, я понимаю, что им гулять тоже надо. Они молодые, и кто из них не я, будет сидеть всю ночь. И это нормально, считаю. Поэтому... Всем бы такую бабушку. Ну, говорят, да. Повезло вашим детям. Спасибо большое. Вам спасибо. Очень было неожиданно приятно, что пригласили. Быть бабушкой – это на самом деле весело. А быть современной бабушкой – значит быть в тренде. Для кого-то антистресс – это новая игрушка «Попит», а для кого-то – это вкусная плитка шоколада. И сегодня мы с Кирюшей приготовим два вкусных шоколада в форме «Попит». Для первой нам понадобится 200 грамм темного шоколада и 50 грамм орехов. Я взяла карамелизированный арахис. Растопим шоколад на крово-волновке или на водяной бане. Переливаем шоколад в кондитерский пакет для удобства. В каждый кружочек «Попит» вливаем шоколад. Выкладываем орешки и сверху заливаем шоколадом. Выравниваем лопаткой или ножом. Отправляем все в морозилку на 20-30 минут. Достаем наш готовый молочный шоколад с орешками. Для второй шоколадки нам понадобится белый шоколад 200 грамм и конфеты «Эммендемс». Все делаем по той же схеме. Растопим шоколад в микроволновке или на водяной бане. Переливаем шоколад в кондитерский мешок для удобства. В каждый кружочек «Попит» выкладываем конфету «Эммендемс» и заливаем шоколадом. Разравниваем лопаткой или ножом. Отправляем морозилку на 20-30 минут. Проверяйте готовность. Наша радужная шоколадная плитка с конфетами готова! Уши, угости меня! Папа, сделаем? У тебя большая! У тебя большая, да? А, сразу так надо кушать. Как видите, это интересно, вкусно, быстро. А главное, очень понравится вашим деткам. Готовьте вместе с ними. Мы с Кирюшей желаем вам удачи на кухне, поменьше стресса в жизни и, главное, фантазируйте и креативьте. Когда бабушки и дедушки с внуками заодно – это здорово. Главное, чтобы они не объединились против вас, родителей. Не зря говорят, что бабушка – это немного лучший друг, немного учитель и соучастник преступлений. Хотели бы вы жить вместе с родителями? Нет, нет, никогда не хотела. Я сразу уехала, как только вышла замуж, мы сразу стали жить отдельно. После родов обязательно я к бабушке переезжала, всей семьей с мужем. Прям второй этаж полностью был наш. То есть моя бабушка, то есть прабабушка моих дочерей, она нам очень помогала в первые пять месяцев после рождения дочек. А потом мы переезжали в свои квартиры. Бабушки, дедушки просто приходили, помогали, смотрели. А так, чтобы жить, нет, с ребенком вместе еще нет. Ой, это вообще отдельная тема для разговора. Но как бы бабушка – это бабушка. Пускай она в его памяти остается такой, какая она есть. Да, вот, ну, да, жарит она там ему эту картошку бесконечно, от которой мне плохо, что он столько ее ест у нее. Как бы пирожки, вот это вот все. Но это бабушка, как бы, и тут ничего не сделаешь. Я бы не сказала, что они пытались управлять, да. Скорее всего, это у них больше опыта, например, чем у нас. У них больше времени, например, да, уделить ребенку время, потому что мы все равно как бы работаем. Я прислушиваюсь к своей бабушке, потому что я в детстве тоже была очень больным ребенком, и как бы ее подход меня удовлетворяет полностью. И вот даже когда я сама вылечиваю своих детей самостоятельно, я прислушиваюсь к советам своей бабушки. Ну, конечно же, да, да, конечно, хорошо, но так, чтобы нет, это так-то, так-то нет. Просто услышаю, соглашусь, но сделаю всегда по-своему. Наши бабушки и дедушки, они не вмешиваются в воспитание, они просто любят своих внуков. Моя старшая дочь была совершенно полностью бабушкина внучка, и я вообще не вмешивалась в их отношения, поэтому очень хорошо. Пускай бабушки балуют, любят, как могут, потому что чем больше любви ребенок впитает, тем больше, тем лучше. Ну, воспитание ребенка само по себе – это работа, очень сложная работа. И когда ты пытаешься воспитать правильно, насколько ты думаешь, а бабушки как-то не то чтобы не ценят, они видят все по-другому и портят, можно сказать сразу. И при этом они говорят – это твое воспитание, ты воспитываешь, ты ответственна за своего ребенка. Мне очень повезло, потому что она современная, и в то же время у нее есть большой опыт воспитания, потому что я смотрю на ее детей, это мой муж, и меня все устраивает. Поэтому мы с ней скорее подруги, у нас нет таких странных советов, как там запеленная ребенка туго или какие-то странные советы. То есть наоборот, я чаще всего прислушиваюсь, и мы с ней как-то вдвоем решаем. При этом она сильно тоже не лезет в нашу жизнь, в жизнь ребенка, потому что она четко понимает вот эти границы, где есть советы, а где есть вот именно диктатура, когда тебе там говорят какие-то ненужные вещи. Поэтому у нас тут любовь и взаимопонимание. Екатерина Ероева, художник-дизайнер по профессии, стала бабушкой еще раньше, в 38 лет. Сейчас ей 49, и у нее 4 внука. Творчество, спорт, активный образ жизни не мешает ей быть любимой бабурей. Бабурей, хотя называть она так себя не разрешает. Екатерина, здравствуйте. Здравствуйте, добрый день. Вы прекрасно выглядите. Спасибо большое. Так, и у нас... Моя внученька. Внучка? Да, Айхана. И сколько тебе лет, Айхана? Мне 6 лет. Уже 6 лет? Да. Так, вы уже 6 лет как бабушка? Нет, я уже 11 лет бабушка. Да вы что, правда? Старшему внуку 11 лет. Сейчас он в лагере, поэтому не пришел. Не может быть. Сколько вам было, когда вы стали бабушкой? Да, я стала бабушкой очень рано, можно сказать, в 38 лет. И у нас так получилось, что я родила ребенка в 38 лет и одновременно стала бабушкой. Да вы что? Через 4,5 месяца у меня родился внук. Вот это совпадение. Да, поэтому сейчас мальчики вместе растут, они как близнецы, можно сказать, сейчас оба в лагере находятся. А они между собой понимают, что вот это дядя? Да, они сейчас уже понимают это. Когда они маленькие были, вот мой сын, ну, чуть старше же, да, на 4,5 месяца, ну, почти 5 месяцев. И они вместе росли, маленькие же были. И я как-то вот не позволяла, ну, то, чтобы не позволяла называть себя бабушкой. Потому что я сама не созрела тогда, что я только что родила же, да, чувствовала себя молодой мамой. И вот внук родился, дочка вот тоже, ну, как сказать. Мы сами с мужем рано поженились, 18 лет, родила я в 19 почти что, и дочка точно так же в 19 лет вышла замуж, и вот родила. Повторила вас? Да, получается, повторила. Слушайте, мне 37, я не представляю, как бы я в будущем году стала бабушкой. Ну, вот видите, я тоже... А как у вас, да, смешались чувства, получается? Да, у меня такое смешанное чувство было, я морально вообще не готова была к этому, потому что я только что родила долгожданного еще сына, да, после двоих дочек. У нас трое детей, две старшие дочки, и вот сыночек долгожданный. Потом еще родился внук, но мы этому только очень рады были, потому что сын сейчас растет с братом вместе. Потом Айхана у нас родилась, девочка, тоже очень радовались. Потом сейчас еще третий внук, а не третий, четвертый, получается. У меня четыре внука, в общем, две старшие дочки, они на замуж вышли, на гильдии. Ну, вот как бы жизнь продолжается. Вы бы братая бабушка, но не позволяли им называть себя бабушкой. Пока что так, потому что мой сын не понимал. Ага, он говорил, моя мама молодая. Ну, как бы не молодая, а моя мама. Как это она, бабушка, да? Вот в таком этом. Рассонанс. Поэтому внук меня назвал Катей. Катей звал, да. Ага. А потом я подумала, Айхана меня назовет бабушкой. И он повторяет за братом, оказывается. И поэтому она меня зовет вообще Катюшей. Катюшей зовешь, правда? А как реагируют там, не знаю, твои друзья в садике? Бабушка тебя забирает когда-нибудь? Ну, иногда. Мама и папа. Иногда, иногда. Да, бабушка у нас современная. Никогда. А как реагируют окружающие, когда ты зовешь бабушку Катюшей? Кто-то удивляется, наверное, да? Ну, просто они знают, наверное, что я бабушка, да? Но я постоянно рядом же с ними. И они в парке, если гуляем, в магазине. Очень много раз меня зовут. Зовет Кать, Катюша, иди сюда. Даже вот как подружку Кать. Я уже к этому привыкла. И как-то вот. Последующий сейчас у меня вот даже младший внук, ему сейчас два года, тоже говорит Катя, Катя, вот так зовет. Сейчас я их уже не смогу переубедить, что я бабушка. А вас путали наверняка, да? Не то, что вы путают. Что вы мамы? Айхана может ответить, кем я прихожусь. И вот в твоем понимании, кто я для тебя? Семья кто? Ну, бабушка. Вот они знают, оказывается, я спрашивала, да, кем я для вас прихожусь. Я думала, они не скажут, что я бабушка. Потом, к моему удивлению, они сказали, что я бабушка. А как вы часто видите со своими внуками? Постоянно. Каждые выходные они к нам приходят, без них мы скучаем. Да, все праздники, все вместе, каникулы. Вы готовите, наверное, еще вкусные? Конечно, мы с Айханом вместе готовим, да, Айхан? Хворост, да, готовим еще что-то. Пирожки, наверное? Да. У бабушки вкусные пирожки? Да. Еще что, чему вы научились, Айхан, с тобой? Недавно вот я тебя научила вязать. О, что вы вязали? Шарфик? Ну, просто мы научились набирать петельки. Она очень настырно сидела, делала все. А я немножко разучилась. Разучилась уже, да? А, уже? Надо повторить. Надо повторять. Айхан, а какая у тебя бабушка? Опиши. Да, ну она молодая. Еще молодая бабушка. Бабушка строгая? Она ругает тебя, наказывает? В какой-то мере я строгая, может быть, да? Ага. Требовательная. Она всегда добрая, и нас иногда не ругает так сильно. Как мама, да? Иногда ругает, да, когда разбрасываете вещи, да? А-а-а. Вот там выбирают. Да, выбирают. Ау-а-а, чек! А вот он анучок, кто пришел к нам. Тихи-тихи-тихи-тихи-тихи. Тихи-тихи. О-о-о-о! Какая милота. О-о-о! Ахаха! Да, за бабушка у нас конкуренция. Да, когда они все приходят, да, к нам ночевать, прямо я лежу, и вокруг меня внуки. Я вот так лежу, обнимаю их, и все хотят рядом быть. Счастлива. И так спим, да, Хана? Она очень любит со мной спать. А когда вы жили в Монсельской, я сам думал, это, один держал и спал, а Эрик и я, мы с тобой обнимаемся. Да, конечно. Мы всегда целуемся, обнимаемся. О, нежно. Мы очень-очень любим детей. Я очень рада за вас. Скоро. Спасибо. Вы отличный пример для современной бабушки. Мы в то же время заботливы. Спасибо большое. А мы продолжаем. Первое купание малыша – событие волнующее. И, как и любое другое ответственное дело, вызывает массу вопросов у молодых родителей. Кипятить ли воду? Добавлять ли отвары трав? Что делать, если в ушки попадет вода? Ответы на все эти вопросы в рубрике «Сказка для малышей». Первое купание – очень ответственный момент, и поэтому к нему нужно подготовиться заранее. Для начала выбираем ванночку. Современные ванночки очень удобны в использовании. В них уже имеется встроенный термометр, есть отверстие для слива. Некоторые ванночки идут в комплекте с анатомической горкой, но мы рекомендуем приобретать ее отдельно, потому в будущем она вам не пригодится, и вы можете ее просто убрать. Также у ванночек имеются в комплекте вот такие ковшики, но лучше взять отдельный ковшик большего объема, чтобы можно было сполоснуть малыша одним разом, не черпая с тазика несколько раз. Также вам понадобится махровое полотенчико, желательно, чтобы оно было со специальным уголком. Выбираем термометр, чтобы убедиться, что водичка у нас нужной температуры. И еще один, пожалуй, самое недооцененное приспособление – это подставка для ванночки. Она очень удобна в использовании, потому что вам не придется наклонять спину, а водные процедуры с малышом придется повторять ежедневно. Не забываем и про косметику для новорожденного малыша. Лучше всего, если она будет состоять из полностью натуральных компонентов. После возвращения домой из роддома малыша можно искупать в первый же вечер. Здесь нет абсолютно никаких противопоказаний. Главное – не напугать малыша. Воду, пока пуповичная рана не зажила, лучше всего прокипятить, и можно добавить настой ромашки или череды. Хватит всего одного стакана. Марганцовка – прошлый век. Ее мы не используем, потому что она сушит нежную детскую кожу. Если вы хотите использовать, то буквально совсем чуть-чуть. Следим за тем, чтобы температура воды была не выше 37 градусов. Чтобы ребенок не испугался новых ощущений, мы предварительно заворачиваем его в пеленку и понемногу погружаем в воду. Сначала с ножек. Аккуратно погрузили в воду. Вода должна быть на уровне груди малыша. Ребенок обязательно должен быть в хорошем настроении. Первое купание лучше провести после кормления примерно через час. В первое купание можно не пользоваться различными моющими средствами и губками. Достаточно протереть малыша аккуратно, нежно ладонью, не задевая при этом пуповичную рану. Особое внимание следует уделить сладким складочкам. Аккуратно промыть нужно каждую из них. За коленками, в зоне подмышек, ручки, область вокруг головы и за ушками. Аккуратно вытаскиваем малыша из ванночки и кладем его на махровое полотенчико. Как уже говорили ранее, удобно, если оно будет с уголочком. Аккуратно протираем малыша насухо, не даем ему замерзнуть. После обрабатываем пуповичную рану перекисью водорода и смазываем зеленкой. Надеваем на малыша чистый чепчик и не снимаем его до тех пор, пока у нас полностью не высохнут волосы. Одеваем нательную одежку, распашонку и ползунки. Все принадлежности стоит подготовить заранее, еще до купания, чтобы лишний раз не заставлять малыша нервничать и чтобы, конечно же, он не замерз. Как правило, первое купание может длиться 5-10 минут. Затем эти процедуры станут ежедневными и вы понемногу увеличиваете время в купании. Стоит делать это, конечно же, ежедневно, потому что для малыша это будет некий сигнал о том, что скоро пора спать. Самое главное, чтобы во время купания родные и близкие, и мамочка сохраняли спокойствие. Так малыш точно полюбит водные процедуры. Несмотря на тот факт, что бабушки у нас молодые, красивые, энергичные, активные, им тоже нужна свобода. Ведь когда бабушка отдохнувшая, мы, родители, справимся. Пока-пока. Комфорт и выбор уже более 10 миллионов мам по стране. Присоединяйтесь к Хэппи Бэби. Ждем вас в торговом центре Урасамо, третий этаж. Ищите, где качественнее и необычнее провести время? Я вам подскажу. Лофт. Это не просто фотостудия. Здесь каждый может поиграть. Ааа, мне нужен лишь он. Остальные все мимо. Я знаю, что это страшно, но, мамочки, вас здесь никто не услышит. Здесь можно снять стресс. Все в лофт. Ааа, словно падает в бездну. Ааа.